МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казань – столица республики Татарстан и один из крупнейших городов России с населением 1 миллион 300 тысяч человек. Через Казань прошли большое количество людей, которые оставили свой след. Поэтому любой город – это прежде всего люди. У нас живут талантливые, трудолюбивые, счастливые люди более 116 наций и национальностей. Это самое большое наше богатство. Казань имеет тысячелетнюю историю. Город всегда был важным узлом на торговых путях. И сегодня Казань – значимый транспортно-логистический узел вдоль пояса и пути. Это делает город одним из лучших в России по темпам экономического роста. К концу 2023 года воловой региональный продукт превысил 4 триллиона рублей. Большой университет и большая наука позволила сосредоточить в разные годы здесь лучшие умы, которые собирались как магнитом с России, с Поволжья. И наличие высокой науки позволило нам построить такие производства, как Казань «Орксинтез» – лидер в своей отрасли, не только в стране, но и за ее пределами. Казанское авиационное предприятие, которое является гордостью авиастроения нашей страны. Казанский вертолетный завод, предприятие химии, нефтехимии, IT – это все наши флагманы, которыми гордится экономика не только нашей республики, но и нашей страны. Поэтому это создавало десятилетиями. В Советском Союзе много было построено. Но и в Новой России на сегодняшний день Казань, Татарстан приросла множественными проектами, которые сегодня конкурентны на рынке и российском, и за пределами. Инвестиции являются важным фактором роста экономики Казани. В 2023 году их объем вырос на 24%. Инвестиции из Китая составляют около 20% от общего объема иностранных вложений, привлеченных к Казани, где размещаются крупные предприятия по производству машиностроения и бытовой техники. Участие китайского бизнеса в экономике Татарстана и Казани имеет свою историю. У Ани уже десятилетнюю историю. Это сотрудничество на сегодняшний день растет. 3 миллиарда долларов оборот на сегодняшний день нашей республикой и Китаем. Я надеюсь, что это только начало. Мы надеемся, что мы в том числе после проведения БРИКСа еще более активно будем эту работу проводить. И мы будем рады представителям китайского бизнеса у нас в Казани. С точки зрения технических инноваций, Казань – второй город после Москвы. В нем работают беспилотные такси, а кофе делают роботы. Гордость города – университет. В нем 17 лабораторий и 9 научно-исследовательских центров. Мы надеемся, что благодаря новым молодым нашим силам Казань и здесь, и Татарстан будет в лидерах IT-индустрии. Что касается нашего города, то мы уже строим наш электронный цифровой двойник. И в преддверии зимнего сезона мы искусственный интеллект взяли на вооружение для уборки дорог от снега, очистки и контроля за состоянием дорог. Поэтому на сегодняшний день мы стараемся внедять. Только что вернулись из Пекина, где наши коллеги любезно предоставили нам возможность обучаться в университетах. И моя команда в составе начальника управления информационных технологий приняла участие, его заместитель, представитель IT-бизнеса. Надо сказать, безусловно, нам есть чему у вас поучиться. И вообще наше межмуниципальное сотрудничество с Китаем, а у нас заключено 10 договоров о побратимстве с китайскими городами. Мы очень активно с ними сотрудничаем. И я благодарен моим китайским коллегам, мэрам, за то, что взаимодействие выстраивается на протяжении многих лет. И мы друг другу учимся. Весной 2024 года в Казани прошли первые в мире игры будущего, в которых спорт совмещается с искусственным интеллектом. Кроме того, в городе проходят различные чемпионаты мира, соревнования по водным видам спорта и универсиада. Но к саммиту БРИКС город подготовился особенно тщательно. Мы выросли до того, что готовы принять саммит глав государств БРИКС. И он будет, надеюсь, выдающимся событием в политической жизни мира. На три дня глаза и внимание всего мира будет приковано к России и Казани. Это будет уже 16-й саммит БРИКС. В расширенном составе он пройдет впервые. Своё участие в нем подтвердили 33 страны. 24 из них будут представлены на уровне первых лиц. Мероприятие имеет все шансы войти в мировую историю. Это касается и политики, и экономики. Не исключено, что по итогам саммита будут запущены новые цифровые решения в сфере платежей и положен конец гегемонии доллара в мировой торговле. Новые платежные системы должны использовать современные технологии и работать независимо от решений недружественных стран.